Привет! Сегодня купил козу, которая дает молока, не как наше, 2,5 литра. Вот это мадам, ночка она небольшая. Сейчас я одел лифчик, потому что вот этот фраер, вот он, тоже принесли сегодня чехо с альпийским. Вот он, козлик, на уток поменял. Три утки отдал и два эндоутенка. Мамаша у него альпийская, это отец чех. Отец огромный, и у его по отца в линии, как хозяйка горы, там по 6 литров козы давали молоко. Вот у него. Взяли на племя его. Да. Рогатый, надо будет как-нибудь рогаемо спилить. Резинки одеть. А вот эту мадам, вот я ее одел. У жены, пока она не видела, сворвал вот кусту. А лев. Вот чтобы этот, этот смотрю, иногда сосет и молоко. Сейчас покажу вымя. Вот сделал ей вот такую защиту на вымя, чтобы он не подобрался. Вот у нее вымя хорошее. Вот она. Два с половиной литра в день дает молоко. Ну-ка дай. Тихо ты. Так. Сама по себе она такая некрупная казана. Вот она наша Марта. Убийка за ней. Она намного выше ее. Сейчас шумну сюда. Иди сюда Марта. Иди-ка. Вот она. Наша Марта. Вот у нее тоже вымя уже появляется. Она уже 25 августа у нас будет рожать. Идем. Вот и вымя у нее. Повернись. Уже вон вымя какое есть. Уже вылезло. Раньше не было. Когда привезли вообще ничего не было. Уже вот. Вымя появляется. Но она высокая, крупная будет коза. Красивая. Здоровая. Эта хоть маленькая, но зато молока дает много и вкусное. И жрать поменьше будет, наверное. Ну такую козу взяли. Утром поехали, подоили. Подоили, попробовали молоко. Больше литра утром было у нее. Ну и литр с чем-то там вышло. Вот вымя с ними. Хотя она сама по себе небольшая. У нее тоже, у нее это, кто у нее? Отец, по-моему, альпийский козел. А мамаша это, сибирская коза. Она волосатая была. Вот я ее постриг, надо еще убраться. Постриг и скупал я их сейчас шампунем. Этих обоих. Чтоб запах был нормальный. А этот родился 5 мая. Два месяца им. Ахсенька Кочесла два месяца, да? Два месяца им. Ну вот двухмесячный козел теперь у нас есть на племя. С хорошими кровями. Вот его на уток поменял. Уже крупный. А вот эта мамаша, у нее, ее ж не козленок двухмесячный. Вот такой вот, как она ростом был. И у нее козленок от Нубийского козла. Был он вот такой. Вот мы поехали, козленок стоит, как мамаша. Ему всего два месяца, этому козленку. А она сама вот мелкая. Ну дает молока за то. Эту. Милку нашу. Мы продаем, но ни хрена никто не... Она сама вам здоровая. Он так и дает пол-литра молока. Ни хрена у нее не прибавилось ничего. А эти вот. Ну вот эту привезли, сейчас эту уже по-серьезному, более серьезно. Молоко будет. А такие дела. Теперь вот у нас вот этих троих я оставлю. А, вот эту я продам. Такая коза не нужна. А этих вот троих оставлю на племя. Та еще родит у нас, Марта. Еще мободается. Она у нас родит, посмотрим, у кого если козочка оставим. Да, Марта? Иди сюда. Где-то Марта. Она высокая, здоровая, вон какая стройная. Видно сразу. Кровь хорошая. Королевская кровь или как-то. Ну вот такие дела. Так что пополнение у нас вот такое. Уток сейчас, что у нас там? Селезня отправим на мясо, наверное. Или посмотрим, или привезу. Сейчас осталось десять утят. От него две индоутки. Ну и селезня сам. И все. У нас идет натуральный обмен. Утят поменяли на индоутят. А индоутят теперь на козлам. Не, ну правда, коз тяжело продать вообще. Сейчас народ плохо берет что-то. Раньше-то хоть как-то что-то насчет этого легче сейчас. Ну и мало кто занимается этим. Мало кто хозяйство держит. Все, ну, покупают. Вот зато клиенты есть у нас на молоко. Потому что нет почти конкурентов. Вот где мы живем. Километр на километр коз нету. Поэтому молоко на молоко у нас просто. Куреет то же самое. Здесь один только вот мужик держит коров. И все хозяйство. В садоводстве живем. Я говорю, здесь поблизости километр на километр вообще нету. Ни коз, ни никаких других животных. Ее зовут как ее? Черемуха. Муха ее называют. Вот такая коза у нас теперь есть. Пока ее мубийка Марта обижает. Нет-нет, смотрю, бодает. Но ест хорошо. Траву все по пасах погуляла. Сейчас начался синокоз. Сейчас кашу сено уже заготавливаю. Сегодня машину наверно накосил. Кашу литовкой. Крапиву он уже заготовил тоже. Вот сегодня надо будет сейчас ехать собирать. Завтра дожди обещают. Поэтому что-то дождей пошло много. Надо как-то успеть сено заготовить. Вот им кроликом. Ну ладно, спасибо за просмотр. Всем пока. Скоро увидимся.